МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На своем ТВ главные новости региона. Это информационная программа День в студии Илья Захаров. Здравствуйте. И вот ключевые темы этой пятницы. С 7 утра до 9 вечера комбайны бороздят поля и убирают пшеницу. Как проходит уборка в Красногвардейском районе, расскажет Ирина Ивановская. Выпускники впервые в истории сдали ЕГЭ по китайскому языку. Как много ставропольцев выбрали экзотический экзамен? Как получить инвалидную коляску или путевку в санаторий? С какими еще вопросами обращались жители КМВ в выездную приемную фонда социального страхования? Маленький мук путешествует между мирами и даже перемещается во времени. В Краевом театре кукол готовы представить старую сказку в новом прочтении. Жатва идет. Меньше чем за 10 дней. Общими усилиями наши аграрии уже собрали больше 2 миллионов тонн будущего хлеба. Об этом сегодня губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову во время рабочей встречи сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. Средняя урожайность 33 центнера с гектара. В целом эта цифра на уровне прошлого года. Среди лидеров Апанасенковский, Новоселецкий, Кочубеевский районы сложностей, как это обычно бывает, добавила погода. Причины две. Это слабые запасы влаги в почве и атмосферный засух, в который мы попали 10-15 июня. В связи с этим натура зерна сейчас невысокая. А это только доказывает, что край должен развивать такое важное направление, как орошение. Губернатор в который раз озвучил задачу. Через 5 лет площадь орошаемых земель в регионе должна вырасти на 100 тысяч гектаров. Нам обязательно нужно делать с этого выводы, потому что год от года осадков не прибавляется, прямо скажем. И все-таки вопрос орошения и программы развития орошения нужно иметь в виду. Работу в этом направлении уже начали. Она поэтапная. В этом году планируют орошать 10 тысяч гектаров земель, а еще через 3 года – 18. Говорили на встрече и о развитии молочного животноводства. Это направление у нас в крае в приоритете. Тем фермерам, которые закупают племенных буренок, правительство помогает финансово. 200 миллионов рублей в этом году пошли на эти цели. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Говорили в рамках встречи и об оснащении агрария сельхозтехникой. Как доложил Владимир Сетников, наш край среди лидеров в этом направлении. За последние годы было закуплено техники на 7 миллиардов рублей. Губернатор поручил министру держать на особом контроле вопросы участия в соответствующих госпрограммах ставропольских предприятий сельхозмашиностроения. У нас три крупных производителя сельхозтехники, вернее навесной техники. Я очень хочу, когда вот это право выбора у всех появится, чтобы у нас не получилось так, что будут покупать не у нас, а я не знаю где. И для этого все меры хороши. От прямого субсидирования нашего до рекламных компаний. И мы не должны потерять своих производителей сельхозтехники. Хорошо. Задача ясна. Вот так выглядят свежесрезанные колосья пшеницы. Это сорт Таня. Его отличают хорошее качество зерна и высокая урожайность. Чтобы получить эти несколько колосков, потребовался труд большого количества людей. Особенно сейчас, в разгар уборки. В таком многовековом деле, как сбор урожая, в ход идут современные технологии и средства. Спутниковые навигаторы и системы обработки почвы. Автоматизация и контроль качества зерна помогают хозяйству Красногвардейского района сделать жатву более продуктивной и быстрой. Ирина Ивановская убедилась, что прогресс в аграрной отрасли идет семимильными шагами. 38 градусов в тени. По пшеничному полю размеренно движутся комбайны. Пятый день жаркой уборки в самом разгаре. Начинающий хлебороб Дмитрий успел проявить себя в прошлом сезоне. В итоге, теперь управляет более мощной и производительной машиной. Работать, говорит, конечно, удобнее, но не всегда проще. Техника на полях становится все более современной. Очень много способствующая навигация, также все компьютеризировано. То есть на все нужно уделять внимание, за всем следить. Как бы просто так не получается сидеть и ничего не делать. А Ульяна только закончила третий курс аграрного вуза. Уже два месяца осваивает азы профессии. Девушка получает стипендию агрохолдинга «Энергомера» и на одном из его предприятий проходит стажировку. Будущему специалисту поручают разную работу. Отведение документации до контроля производственных процессов. Считаем потери от уборки за жадкой и за комбайном. То есть мы измеряем специальным устройством, высчитываем по специальным разработанным формулам. Также смотрим визуально. Вместе с ними с 6 утра до 9 вечера бороздят поля операторы трех десятков комбайнов. Обслуживают их еще около 125 единиц разной спецтехники. За передвижением машин наблюдает специалист по логистике. При помощи системы спутникового мониторинга он видит общую картину и превращает наглядную информацию в полезную. В данном случае бункер накопителя идет на выруску и машина вот поехала уже на склад. На поле ведется наблюдение за комбайнами, бункерами, накопителями. Также мы ведем контроль простоя в автомобильных трассах, где у нас проблема. Или на складе, или в процессе движения. При необходимости мы добавляем или уменьшаем автотранспорт. Они видят все данные наши, все параметры комбайна. Они видят прямолинейность езды, скорость езды, где находится комбайна. Мониторинг позволяет грамотно управлять производственной логистикой, эффективно распределять ресурсы, чтобы повысить производительность техники за счет сокращения простоев. А значит, выполнить уборочные работы в кратчайшие сроки с минимальными потерями урожая, уменьшить затраты на аренду наемной техники и повысить производительность своей. Еще одним эффективным решением стала автоматизация взвешивания зерна и контроль качества продукции, поступающей с полей. С каждой входящей машины отбираются пробы, определяются качественные показатели, содержание белка и влажность. После такой сортировки пшеница отправляется на склады для выгрузки. Оно у нас лежит уже определенное качество, которое необходимо по контракту покупателей. У нас ни одна машина без качественных показателей, склад не выгружается. Система нулевой обработки почвы «Ноутил» тоже помогает сэкономить и силы, и средства. Она подходит для засушливой местности. После уборки почва не обрабатывается, а укрывается специально измельченными остатками растений. От лишних затрат времени и перерасхода ГСМ избавляют автопилоты на комбайнах. Убрать клетку можно за один раз, не оставляя нескошенных клиньев пшеницы. Утренним обслуживанием уборочных машин теперь занимаются специальные бригады. Они освобождают комбайнеров от трудоемкой работы. Например, продувки от уборочной пыли, заправки комбайна. И это тоже преимущество. Где-то техники делают. Они проехали, заранее сделали. Это же время. С полчаса минимум нужно дуть его. Мы на работу уезжаем раньше и заканчиваем позже. Уже сейчас в хозяйстве намолотили под 40 тысяч тонн зерна при средней урожайности больше 50 центнеров с гектара. С каждым сезоном производительность в хозяйстве растет. В этом году комбайн у нас убирает. Уже получается выработка 62-63 гектара. И намолот составляет уже за 350 тонн. И в час он уже наша цель 35 тонн должен комбайн именно кейс намолачивать. И он на данный момент уже мы подходим к этой выработке. Вместе с зерном собирают семена под урожай будущего года. Новое оборудование позволяет вдвое ускорить процесс их подготовки к севу. И делать это качественнее. С 1 августа в этом хозяйстве Ладовской балки планируют начать подготовку семян к посевной кампании. Ирина Ивановская, Александр Бородин, Ставропольское телевидение. Первые в России, единственные на Ставрополье. Сегодня в нашей стране завершился единый государственный экзамен по китайскому языку. Раньше его вообще не сдавали. В нашем крае это итоговое испытание выбрали сразу два выпускника. Павел Гиндавицкий встретился с абитуриентами и узнал, как они собираются применять редкие знания на практике. В пункте приема ЕГЭ все как обычно. На столах только бумага, ручки, паспорта да бутылочки с водой. Строгие правила видеонаблюдения. Вот только выпускников в аудитории всего двое. Двое из ларца, шутят учителя. Все из-за одинаковой формы. Не из ларца, а из китайской шкатулки. Парирует Константин с Михаилом. Оба парня окончили Ставропольское президентское кадетское училище. В будущем хотят стать военными переводчиками. Вот и решили сдавать язык Поднебесной. В президентском училище китайский, как второй иностранный, изучали кадеты в двух выпускных классах. Но именно Костя с Мишей решили связать жизнь с восточным языком. К экзамену готовились тщательно. Письмо, чтение, грамматика, аудирование. В итоге, признаются парни, задания особо сложными им не показались. Честно сказать, когда нас завели в кабинет в 9.20, есть, конечно, волнение. Ты думаешь, какой же мне Ким попадется, какое же мне сочинение попадется, какое же будет письмо, вдруг я буду чего-то не знать. Но затем, когда тебе распечатывают Ким, ты получаешь, ты понимаешь, что все было достаточно легко, ну или в пределах разумного. Все мы проходили. Грамматика была разумная, тексты были тоже разумные. У нас преподаватель просто очень амбициозный. И она нам давала очень сложную грамматику, очень сложные тексты, очень сложные сочинения. Амбициозный преподаватель – это Оксана Маринина. Спокойствие своих учеников она не разделяет. Волнуется за ребят. Очень сильно переживаю, честно. Волновалась, как будто сама сдавала этот экзамен. И волновалась, потому что это, как будто это мой родной ребенок сдавал ЕГЭ. Больше всех, честно сказать, не спала ночью сегодня. Всего в китайском языке более 80 тысяч иероглифов. Чтобы свободно разговаривать и читать, нужно знать хотя бы 2,5 тысячи. Как по мне, так выучить и 10 – это настоящий подвиг. Ты, Кость, кстати, сколько знаешь? Ну, около 2,5 тысяч иероглифов. Мне кажется, он гений. Хотя иероглифы – это не самое сложное, говорят будущие переводчики. В китайском слишком многое зависит от интонации. Честно говоря, для меня самое сложное – это произношение. В китайском есть 4 тона, я могу даже их произнести. У них есть первый, это «и», есть второй, «и», есть третий, «и», а есть четвертый «и». И в зависимости от того, какой интонации ты скажешь, зависит смысл. Ты можешь сказать «и», но это будет не единица, а уже что-нибудь другое. Китайцы тебя не поймут. Поэтому произношение для меня – это очень сложный, так скажем, аспект китайского языка. Свои знания ребята уже смогли опробовать и на практике. При каждой возможности их учитель устраивала им встречи с носителями языка, представителями китайских делегаций, артистами китайского цирка и даже поварами в ресторанах. А Михаил успел побывать на курсах в самой Поднебесной. Это были курсы, получается, детей собирали почти со всей России и отправляли учиться в Китай в определенные города. Я попал в Эльшань, также там проходили практику студенты. И базы хватило, но также китайские друзья помогали наверстывать то, что не знаешь. Волноваться выпускникам осталось недолго. Итоги экзамена станут известны примерно через неделю. У ребят уже неплохие баллы по другим предметам. А по-китайски ничего не поняли Павел Гендавицкий и Антон Красов. Ставропольское телевидение. Всех посчитают. Ставрополье готовится к всероссийской переписи населения. Пройдет она в 2020 году. А сегодня в правительстве края прошло совещание для тех, кто непосредственно будет задействован в процессе. Представителей статистики, Министерства труда, администрации муниципалитетов. В переписи 2020 участников ждет ряд нововведений. Так, например, впервые сами респонденты смогут выбирать графы с теми вопросами, на которые хотят отвечать. Кроме того, помимо переписчиков, а их будет более 5000 по краю, анкеты смогут заполнять и сами опрашиваемые. Сделать это можно на планшетах, установленных в переписных пунктах, или на собственных гаджетах на сайте госуслуг. Уже начинается отбор переписчиков. Кстати, к этому хотят привлекать безработных, заключая с ними срочные трудовые договоры. Также в помощь населению откроют горячую линию. Между тем, как прозвучало, сейчас особое внимание следует уделить просветительской работе со ставропольцами. Как показал опыт прошлых лет, люди неохотно соглашаются участвовать в переписи. Нам очень важно донести до людей, что нужно принять участие в этой переписи. А для того, чтобы было понятно, зачем, мы должны разъяснять, к чему это может привести. Да, это бюджет, это финансирование. Для того, чтобы у нас все мы сейчас озадачены достижением целевых показателей по национальным проектам. Итоги ведь переписи нам помогут скорректировать эти показатели. Потому что у нас по нацпроектам отсутствует очень много, очень много данных отсутствует. Мужчина и женщина погибли на трассе в Грачевском районе. Водитель Лады Приоры ехал в сторону села Тугулук. По неизвестным причинам машина съехала с дороги и опрокинулась. 29-летний мужчина погиб. Девушка-пассажир, ее личность не установлена, получила серьезные травмы и скончалась в реанимации Грачевской райбольницы. В ГАИ сообщили, что водитель не был злостным нарушителем. Его стаж вождения 6 лет. Другие происшествия в оперативной сводке. Дачные воры. В одном из поселков из Обильненского округа орудовали два похитителя. Сообщники проникали в дачные домики и забирали все, что плохо лежит. Так они успели украсть колеса, бытовую технику, инструменты. Общий ущерб порядка 30 тысяч рублей. Злоумышленников уже нашли полицейские. У них обнаружили часть имущества, которое вернут законным владельцам. Расследование уголовного дела продолжается. ДТП в Ставрополе. Недалеко от перекрестка Кулакова-Ленина столкнулись две легковушки. От сильного удара лада перевернулась на бок. Образовалась большая пробка. Очевидцы опубликовали последствия аварии в социальных сетях. На месте ДТП работали сотрудники полиции. Как сообщили в ГИБДД города, в этой аварии никто не пострадал. Предварительная причина – превышение скорости. Все обстоятельства выясняются. Десять томов уголовного дела. Предприниматель из Пятигорска. Купил шубы и планировал продавать. Все бы ничего, но товар не имел маркировки. Это подтвердила экспертиза. Полицейские изъяли из павильонов бизнесмена 275 меховых изделий на сумму больше 9 миллионов рублей. Сейчас злоумышленник под подпиской о невыезде и ждет суда. Фальшивые работодателям двое братьев из Кавминвод пообещали мужчине, что помогут устроиться в правоохранительные органы. Только намекнули, что это не бесплатно. Гражданин поверил и перевел им порядка 700 тысяч рублей. Таким же образом мошенники планировали заработать и на другом мужчине. Но тут провал. Клиент понял, что его обманывают и сообщил в полицию. Сейчас братья под стражей, их судьбу решит суд. Новости на своем ТВ продолжаются. Дальше будет не менее интересно. Как получить инвалидную коляску или путевку в санаторий? С какими еще вопросами обращались жители КМВ в выездную приемную фонда социального страхования? Ремонт школы в Предгорном районе и реконструкция парка в селе Летняя Ставка. Краткий обзор краевых новостей. Маленький мук путешествует между мирами и даже перемещается во времени. В Краевом театре кукол готовы представить старую сказку в новом прочтении. Как получить путевку в санаторий и добиться установки нового протеза? Для решения этих проблем жителям края больше не нужно ездить в Ставрополь. Специалисты приедут сами. Региональное отделение фонда социального страхования продолжает цикл выездных приемов. В этот раз такая приемная развернулась в Минводах. С какими проблемами приходили местные жители и удалось ли их решить? Узнавала Яна Лукошкина. Как к последней инстанции Анатолий пришел на этот выездной прием. Самостоятельно решить проблему не получилось. Не слышат, не слушают, не обращают внимания. У него вот уже 9 лет проблемы с голеностопным суставом. Это значит, без специальной ортопедической обуви, сшитой по индивидуальным меркам, он попросту не может ходить. И не было бы бед, если б не сменилась компания, выпускающая такую обувь. Вот что новые производители привезли Анатолию на дом. Обычный ботинок без специальных поддерживающих устройств и не подогнанный под особенности ноги. Мужчина жалуется, даже не звали на примерку. Хотя предыдущая компания вызывала по три раза и претензий к их продукции не было. Теперь вопрос на контроле отделения фонда. Будут разбираться в проблеме. Я в тапочках не могу ходить, я ни о чем не могу ходить, кроме вот, который мне шьют сейчас. У меня голеностопный сустав, ну как, он не держит. Он, или хоть ту, хоть ту сторону, просто падает нога и все. Вот я не могу ходить, вот у меня зафиксирована она. Вот я хожу тогда. Здесь у каждого своя важная проблема, требующая срочного решения. Одни не могут получить технические средства реабилитации, другие – протезы, ортопедические изделия. Третьи – путевки в санаторий. Чтобы помочь людям с инвалидностью, в минеральные воды приехала целая бригада специалистов. Помимо сотрудников регионального отделения фонда социального страхования, руководителей и представителей пенсионного фонда, юристы, руководители администрации Лермонтова и Железноводска. Такая совместная практика показывает свою эффективность, поскольку круг вопросов не замыкается на деятельности отделения фонда, зачастую касается других ведомств. Поэтому сегодня мы получим срез проблемных вопросов по минераловодскому округу. В дальнейшем эта информация будет использоваться для координации нашей работы. Такой разносторонний состав выездной бригады удобен и для самих обращающихся. Решить вопрос можно здесь и сейчас. В этот раз, к слову, за помощью пришло более 35 человек. Вопрос по моему непосредственно инвалиду второй группы по оплате. По квоте человека приняли на работу, а платят неправильно. У вас великолепный юрист, с которым мы проконсультировались. Те недостающие документы, которые необходимы, мы отошли в электронную почту. Я думаю, что мы решим эту проблему и поможем человеку. Я хочу сказать большое спасибо. И хочется сказать, что, ребята, приезжайте к нам почаще. Этим приемом граждан Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования завершает цикл выездных приемов по своим филиалам. Их, к слову, 11, и чтобы объехать все территории, фонду понадобился не один год. Но заключительный выезд не значит последний. По мере накопления новых вопросов, предложений или жалоб, выездные приемные снова приедут в тот или иной уголок края. Яна Лукошкина, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Ситуацию на рынке труда Ставрополья обсудили в Краевом Министерстве труда и соцзащиты. Как прозвучало, уровень безработицы на протяжении нескольких лет идет на спад. Однако цель коллегии – не допустить ухудшения ситуации в трудовой сфере. На сегодняшний день в группе риска инвалиды, молодежь, женщины и предпенсионеры. Вопрос с их занятостью стоит все еще остро. В этой связи начнут реализовывать долгосрочные программы, которые помогут постепенно развить кадровый потенциал. С этого года уже действует краевая программа по сопровождению людей с ограниченными возможностями. Им помогут найти место работы. На сегодня в ряде производств, в ряде территориях сложилась ситуация, когда места есть, новые работники требуются, а специалистов нет. Поэтому на сегодня также была поставлена задача создать в крае систему краткосрочного ускоренного обучения, чтобы мы могли в максимально короткий срок подготовить, либо переподготовить те кадры, которые у нас не соответствуют потребностям экономики. В Ясентуках прошло первенство Ставропольского края по авиамодельному спорту. Между собой соревновались шесть команд. Это ученики школ, местных отделений ДСАФ и организации дополнительного образования. Другие новости региона в нашем традиционном обзоре. В Придгорном районе завершается обустройство новой школы. Она рассчитана на 500 учащихся. Сейчас закупают учебное оборудование. Строительные и отделочные работы также на стадии завершения. Планируется, что уже 1 сентября школа распахнет свои двери для учеников. В селе Левокумском отремонтировали центральную улицу. Впервые за 40 лет ее привели в порядок. Улица – важный подъездной путь к соцобъектам села. Общая протяженность обновленного полотна почти полтора километра. Муниципалитету на проведение работ выделили более 5 миллионов рублей. Парк в селе «Летняя ставка» Туркменского района станет современным местом отдыха. Там полным ходом идут работы по благоустройству. Сейчас в старом парке ремонтируют пешеходные дорожки. Также строители обновят линию освещения, установят скамейки и урны. Завершающие штрихи нанесут озеленители. Местные жители смогут прогуляться по обновленному парку уже в сентябре этого года. В Минераловодском округе завершаются работы по реконструкции здания бывшего правления колхоза в селе Нагуцком. Там оборудуют участковую больницу. Планируется, что в смену она сможет принять до 80 амбулаторных пациентов. Под круглосуточный стационар выделят 20 мест. Больницу введут в эксплуатацию уже этим летом. Больше 40% заемщиков в стране одновременно выплачивают 2 и больше кредитов. А число таких должников с несколькими займами за минувший год выросло. Это результаты исследования независимых российских экономистов. Но как в погоне за быстрыми деньгами не увязнуть в кредитной яме? И что делать, если в дверь уже постучались коллекторы? Никита Шишков выяснил. Если не выплачивать кредит, банк может продать долг коллекторскому агентству. Вскоре раздастся телефонный звонок. Если общение не складывается, специалисты могут выехать по адресу, который указан в кредитном договоре. Когда и дома должника не оказывается, коллекторы попытаются узнать, как все-таки связаться с человеком. В попытках скрыться от приставов и коллекторов многие должники пытаются залечь на дно. Прячутся так, что о местоположении не знают даже родственники. Часто дочь видите? Нет, я давно не видела. Она проживает в этом городе, в Ставрополе еще? Вот в Ставрополе. Ну то есть, я так понял, она здесь прописана, но не появляется. Но не стоит опасаться постоянных гостей. Согласно федеральному закону, коллекторы имеют право наведываться к должнику не чаще двух раз в месяц. С восьми до десяти вечера. Это не метод взыскания, скорее информирование о том, как можно быстрее и выгоднее для всех сторон погасить кредит. Мы же предлагаем должнику или клиенту нашему напрямую погасить задолженность со списанием большей части основного долга. И убираем практически все пении и проценты на численные банки. В настоящее время у нас есть практика консолидации долгов. То есть, у человека может быть их два, три, четыре. Мы всех объединяем, выбираем наиболее лучшие проценты и, так скажем, суммы для погашения. И человек может одним платежом в месяц гасить все свои задолженности. Опытные коллекторы говорят, что железная дверь – преграда в первую очередь для должника. Клухая оборона приведет к тому, что возвращать долги придется уже в судебном порядке. Афемида по статистике чаще всего становится на сторону кредитора. Поэтому в следующий раз, когда решите взять заем, еще раз разумно оцените свои возможности. Никита Шишков и Александр Бородин. Ставропольское телевидение. И в завершении выпуска полезная информация для тех, кто еще не решил, как провести выходные. В субботу в Ставропольском краевом театре «Кукол» премьера спектакля по мотивам произведения «Маленький мук». Это сказка знаменитого немецкого писателя Вильгельма Гауфа. Историю о непростой судьбе главного героя в театре обещают показать по-особенному. Очень известная сказка. И очень хорошая, очень философская и очень красивая. У нас восемь актеров работают. И весь театр, в общем, работает на спектакле. Потому что мастерские делают кукол, свет, музыка. Полгода работы над созданием кукол и декораций и три недели репетиции. Процесс постановки спектакля получился долгим, но интересным. Для известного по всему миру Ставропольского художника Евгения Кузнецова это первый театральный опыт. Мне очень понравилась идея Григория Гольдмана совместить несколько слоев каких-то, несколько миров буквально в одном спектакле. И этот главный герой «Маленький мук» перемещается постоянно между вымышленным и реальным миром, между прошлым и будущим. И для меня это очень интересно и современно. Что ж, таковы главные новости Ставрополья к этому часу. Как дальше будут развиваться события, непременно расскажем на своем. Редактор субтитров А.Семкин